Вот таких людей высоких. Концерт для детей. В толпе народу вы мало что увидите, но... А куда деваться? Как-то надо идти. Вот, еще с левой стороны здесь есть... Привет, с вами Виконста. Сегодня у нас праздник. День города и день шахтера. Поэтому поздравляю всех жителей Донбасса с этим замечательным днем. Желаю абсолютно всем крепкого здоровья, мира, благополучия, тепла вашим семьям, а также родным. Сегодня вышел прогуляться вечером, показать вам вечерний Донецк, атмосферу, как будет праздновать Донецк день города. Ну и немножко прогуляемся мы по ключевым точкам. Это бульвар Пушкина, площадь, а также зайдем потом в парк Щербакова. Обычно праздник отмечается в последнее воскресенье августа. Вот, этот день настал. Но в основном сегодня будет мероприятие проходить в парке Щербакова. Сейчас на часах 17.55. Ну вот как раз ближе к вечеру люди потихонечку выдвигаются в центр. На бульваре немного людно, но сейчас мы чуть провее сдвинемся, я вам покажу количество людей. А так, в принципе, детская площадка работает. Вот и пролетело лето. Вроде бы недавно каштаны цвели, а уже опадают листья. Так что не за горами осень, зима и так все по кругу. Но, как обычно, на парке Щербакова стоит сцена. Приезжают различные гости и радуют людей своим репертуаром. Также есть прокат цегвеев. Стоимость 50 рублей 5 минут. Это вам так на заметку. Ну, сегодня вечером вся движуха, наверное, будет в парке Щербакова. Я решил выйти, чтобы сильно темно не было, потому что, ну, вам будет неприятно смотреть. Все-таки камера ночью лоховастенько снимает. Цветы еще цветут, но скоро будут заканчивать. А так все чисто, красиво, уютно, по-домашнему тепло. Видите, даже их двое. Они, наверное, по очереди поют. Один вот ансамбль и второй. Но этих ребят я вам показывал уже. Так что сейчас отправляемся вниз, в сторону парка Щербакова. Теплые деньки заканчиваются потихоньку. И ночью уже температура достигает 10-12 градусов. То есть прохладно. Раньше можно было спать с открытыми окнами, а сейчас уже под утро начинаешь закрывать. Потому что за день все нагревается, а ночью хорошенько остывает. Но мы идем дальше. Жалко, что камера не передает запахи. Здесь пахнет шашлыком очень сильно. И эти все запахи вызывают бурный аппетит. Фонтаны работают до холодов. Когда уже ночью заморозки будут, то, конечно, их будут консервировать на зиму. Так как особого смысла их не будет запускать днем. Все куда-то идут. Хотя я вам очень много раз уже показывал бульвар. Но каждый раз все здесь по-разному. Атмосферу, я думаю, вы чувствуете. И запах этих елок тоже. И здесь выступают. Можно будет даже, кстати, постоять, послушать. Хотя могут и заблокировать за авторские права. Ладно, в принципе, там в парке Щербакова будет не меньше всяких выступлений. Батуты, карусели. Я не знаю, днем в интернете смотрел то, что были выставки всякие. Но вот выставок я не вижу. Но вот таких людей высоких вы увидите. Интересно. Дело о том, что сколько я прожил в Донецке. Я на ходулях вообще ни разу не видел, что обходили. Прикольно. Что здесь дальше? Где люди, где люди? Да вот вам люди. Здесь, походу, концерт для детей. Ладно, это вам, я думаю, не сильно интересно, но имеет место быть, показать вам. Здесь тоже сцена. Не знаю, конечно, что здесь будут показывать. Но сцена приготовлена. Детвора сидит, видимо, нравится. Там еще специальное место такое для выставок. Я думал, уже здесь все ближе к вечеру закончилось. Но нет. Тут у нас самоделки продают. Так. Вот. Здесь дерево. Купоны. брошки сам донецк славится с широкими бульварами улицами проспектами и красиво как не крутить тоже продают картины вот здесь тоже декорации от кировского района донецка победа видите здесь по каждому району есть свои выставки это от киевского района это буденовский район форма самолета прикольно постарались калининский 75 лет ленинский район следующий на очереди чуть поближе подойдем сейчас покажем это кульбышевский район такая скульптура стоит возле донбасс арены дальше вот победе 75 по городу все по 10 15 20 семена тюльпанов луковицы фух здесь как-то посвободнее хотя там бульвар широкий но как-то здесь по простору но все-таки идешь чувствуешь себя намного лучше хотя смотрите какое вот дерево стоит камера передает свет или нет такое ярко светло коричневая что ли темно коричневая я не знаю какой это цвет но вот подскажите мне балтика раньше машины так красили блин даже цвет непонятно стальной с примесью зеленого серого коричневого он блин все цвета кстати напишите в комментариях как это растение называется дерево кустарник а то все они не можешь знать так ну что идем ну как всегда в донецке следят за чистотой хотя листья уже некоторые желтые потихоньку опадают он видно но загаженности нет никто не запускает поэтому коммунальщикам как всегда огромный респект я думаю все зрители которые смотрят этот видеоролик также меня поддерживают и их поддерживаете лайком ну конечно комментариям до молодцы следят за чистотой ну это визитная карточка города я вот сколько раз проходил здесь на бульваре но ни разу не показывал вам памятник стратонавтом сейчас я чуть поближе подойду и вам покажу слава героям стратонавтом эти четыре человека ботенко столбун украинский и кучумов те люди покоряли космос вот такой памятник здесь тоже присутствует так ну что спускаемся в подземку это переход через улицу университетскую потому что там надземного пешеходного перехода нет ну и сам ход в парк чербакова это считается центральной основной и я уже смотрю то что на мосту людей очень много там кстати с левой стороны есть небольшая смотровая площадка поэтому мы постараемся на нее залезть и показать вам сколько людей проходит по этому мосту здесь присутствует веревочный парк лень в пень детвора ходит по всяким колесам по лестницам но интересно ну и конечно слева и с правой стороны вас будут окружать ларьки по продаже мороженого сладкой ваты но и всего остального аттракцион круть-верть нужно на нем продержаться некоторое время здесь конечно в толпе народу вы мало что увидите но а куда деваться как-то надо идти сейчас мы чуть левее станем вот тут как раз где кофе продают и с левой стороны я вам попытаюсь показать количество желающих которые отправляются в парк чербакова время пол седьмого я не знаю солнца закрывает вам но людей действительно очень много ну и конечно есть желающие которые прыгают с моста конечно опасно это все дело ну бывали случаи что наштракались на арматуру так как все таки это небезопасно плюх я надеюсь он выпал хотел выйти так чтобы поменьше людей было показать вам более донбасс это индустриальный регион поэтому здесь развита промышленность многие учатся на технических специальностях но и по всему миру выходят высококвалифицированные специалисты поэтому огромное спасибо всем тем людям которые отучили этих специалистов и они приносят хорошие результаты не только близлежащих стран но и далеко за рубежом здесь тоже можно прокатиться такой горки конечно солнце вам будет светить глаза но ничего не поделаешь я постараюсь туда ближе подойти не показывать вам солнце хотя сейчас вечерний закат ну и по прямой у нас там сцена так ну вот мы и добрались до самого парка людей много особо ничего вам слышно не будет но я постараюсь хоть как-то забивать голосом по очереди начнем прогулка у нас получается очень длинная насыщенная но вот это и танцплощадка танцуют все я постараюсь захватить весь парк сербакова опять таки все не покажешь все не снимешь но я немножко хочу показать вам реальный донецк как он отмечает день города может конечно мы все вот эти танцы пляски снимать не будем во первых ничего слышно вам не будет но по окружающим я думаю вы и так прекрасно понимаете что здесь своеобразная атмосфера но и как в любом другом городе если какой-то праздник то количество людей также очень много давайте пройдемся немножко повыше здесь пиво бары продают он там шашлыки пиво по 50 рублей на разлив здесь сцена для фото с праздником ну и герб города донецка кафешки чизбургеры гамбургеры шашлык из свинины 120 рублей 100 грамм куриные 80 рублей так ну что по выпивке по еде я вам немножко уже провел экскурсию идем выше ну там сцена в принципе чуть попозже я думаю будут танцевать веселиться на людей действительно много фонтан что идемте дальше здесь тоже людей не меньше самовары шашлыки ну и в принципе идем дальше продажа сладкой ваты вот еще с левой стороны здесь есть также выставки я не знаю что продается ну давайте тоже подойдем поближе замкнутое пространство новинка пряник картина маски кстати маска 250 рублей стоит вот вот да конечно здесь можно гулять и гулять произведение скульптуры да сканирую показываю людям какие здесь умельцы есть за рубеж не в youtube ну youtube это и есть за рубеж всеобщая площадка медовые пряники куклы блин сколько всего продается представьте кто-то это выставил даже привез пришел потом это все назад собирать какой огромный труд проделан идем дальше чемоданы ароматизаторы для авто для дома так ну в принципе прямо там у нас другой вход со стороны цирка мы сейчас наверно вернемся обратно пройдемся по набережной и покажу я вам ту часть парка щербакова где карусели изначально все большие крупные города строились возле рек водоемов так как нужно было смотреть за домашним хозяйством поливать огороды кормить животных поэтому люди выбирали местоположение поближе к воде ну и потихонечку расстраивались разные города донецк не исключение здесь везде есть водоемы набережная на кальмиусе здесь первый второй третий городской столов ну и принципе по периметру есть очень много водоемов которые граничат с донецком ну и все они конечно же стекают пазовское море опять выходим туда где пахнет вкусной едой и люди как ни крутите покупают все кто-то же должен зарабатывать деньги люди получают зарплату чтобы ее тратить ну а куда эти бумажки девать идем дальше еда выпилка и много людей сейчас пройдемся в сторону карусели посмотрим что там творится может поменьше людей да нет то же самое карусели зеркальные лабиринты очередя батуты в общем все что хотите да реально донецк забит вот кстати колесо обозрения не работает не работает в связи с техническими неполадками как написано в сообщении ну скорее всего что оно и жило из себя поэтому чтобы не травмировать не дай бог людей лучше уберечь его и 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 реально очень много людей давно я так не ходил уже наверное каких-то прошлогодних праздников может быть даже с нового года действительно очень много но здесь есть также орбита колесо которое крутится ну поэтому оно мне кажется заменяет само колесо обозрения блин вы видели очередя в кассу какие вот так вот змейка идет аж заворачивается еще как обычно очередя в кассу и в туалет туалет у нас прямо прямо потеряли шайбу потеряли шайбу вот вам колесо оно давным-давно уже здесь стоит но радует своих посетителей и желающих кстати все кабинки заполнены а вы прокатились бы здесь прокатились бы но не сегодня да потому что действительно многолюдно здесь тоже карусель которая не работает здесь были американские горки но они уже заржавели там дальше аквасфера ну а там всеми любимое место где фотографируются молодожены да и просто люди там такой фонтанчик мостик и все делают фотографии а розы конечно уже отцвели лавочки все забиты вот негде присесть вот так захочешь беседки тоже все равно подальше от центральной улицы которая в парке щербакова чуть поменьше людей опять в центр выходишь то конечно же скачет вот 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 за это место я вам говорил чуть раньше и поэтому кому нравятся такие места крупные то рекомендую их конечно же в посещению и леон смотрите какая очередь стоит на эту карусель ну это типа орбиты только здесь все на цепях и Люди вон сидят по одному. Пока отстоишь в очереди, уже и домой ехать надо. Хотя автобусы сегодня будут ездить допоздна. Но, блин, людей очень много. Но назад возвращаться мы не будем. Здесь у людей пикничок. Лежат на подстилочках. Ну и трапезничают. Здесь, конечно, попрохладнее. Да, действительно, позади меня люди говорят, что попрохладнее. А там очень душно. Так, ну а мы, наверное, будем выдвигаться на выход. В принципе, я вам уже и так достаточно показал. Ролик получился насыщенный. Я думаю, интересный. Поэтому, ребята, пишите, пишите. Еще раз пишите комментарии. Идем мы на запасной выход, так сказать. В принципе, парка Щербакова. Входов и выходов много. Поэтому мы не будем через толпу опять идти. В принципе, смысла нет. Все как раз идут в парк. А мы будем с парка идти. Против движения как-то неохота идти. Там как раз одностороннее сейчас идет. Не будем нарушать ничего. Тут даже рыбу ловят. Кстати, я видел видеоролик, что где-то в этом месте вытаскивали хорошего карты. Пацан какой большой. Огромный. Это я в него даже помещусь. Сегодня я вам показал вечернюю атмосферу в Донецке. День города, день шахтера. Как празднуется. Но если вам понравился этот видеоролик, ставьте палец вверх. Пишите свои комментарии. Ну а с вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока.